Многие известные актеры начинали свое восхождение к вершинам сериалов, но обычно в этих самых сериалах они пробегали на пятом плане или показывали свое лицо в какой-нибудь одной серии. И это лицо чаще всего никто из зрителей даже не пытался запомнить. Другое дело титульные звезды сериала. Их лица обычно все помнят. Но подавляющее большинство из них, хотя и предпринимало попытки выбраться с малых экранов на большие, сделать этого не смогли. Или сделали это в гораздо менее звездном статусе, окопавшись на втором-третьем плане в большом кино. Из многих телевизионных знаменитостей Голливуд даже не особо пытается делать звезд. Или списывает таких актеров после одного от двух фильмов, не нашедших своего зрителя. Но случаются сериалы, которые по своей популярности не особо уступают голливудским блокбастерам, а иногда и превосходят большую их часть. И тогда главные герои подобных проектов получают гораздо больше шансов пробиться. И сегодня хотелось бы вспомнить о двух таких. Мэтью Фокси и Ванжелин Лиле. Остаться в живых или по импортному Лост это сериал блокбастер. Когда-то на его пилот потратили 14 миллионов долларов. Сейчас, когда на одну серию своих сериалов Марвел тратит 25 миллионов, а Амазон на 8 серий поразительного Властелина Колец выкидывает 450 миллионов, какие-то 14 потраченные на пилот остаться в живых не кажутся чем-то удивительным и невероятным. Но тогда это было рекордом, а сам сериал для канала ABC стал самым дорогим в истории. Из-за этого момента даже произошел забавный эпизод. Председатель канала ABC Ллойд Браун, давший добро на запуск в производство сериала Остаться в живых, был уволен со своего поста приказом сверху. Канал ABC, дочка Дисней. Уволили его в том числе из-за огромного бюджета, который он выделил на столь рискованный проект. В успех Остаться в живых никто не верил и уволили Брауна за несколько месяцев до его премьеры. На студии Дисней правда утверждает, что Браун уволился сам из-за творческих разногласий, касающихся развития телеканала ABC. И рекордные затраты на сериал здесь ни при чем. Первые три сезона Остаться в живых рвали всевозможные рейтинги просмотров и у актеров росли гонорары. Потом сериал стал сдуваться и его рейтинги резко пошли вниз. Все наверное знают эту историю, которую рассказывал создатель сериала Джей Джей Абрамс. Отвечая на критику поклонников, которые заявляли, что им нужно было закончить сериал пораньше и не высасывать из пальца последние сезоны, он сообщил, что Остаться в живых должно было быть три сезона. Мол, план был именно такой. Но канал, видя рекордные рейтинги просмотров, давил на них и отказывался закрывать проект. Поэтому им и пришлось высасывать историю, добавляя в сценарии различные моменты, которых не должно было быть. В те годы по количеству фан-сайтов этот сериал какое-то время занимал первое место в сети. И естественно основная часть из них была посвящена Мэтью Фоксу и Ванжелин Лиле. Да остаться в живых никто из них не был известен. Да и попали они в проект во многом из-за того, что на небе как-то правильно встали звезды. Героиня Лиле должна была быть сильно старше, а герой Фокса, имея лицо Майкла Китона, должен был напрыгнуть на свирепого зверя и умереть насовсем. Потом Китона решили оставить в живых, из-за чего он ушел, так как не хотел сниматься в сериале несколько сезонов. За ним пришел Джош Холловой, хотевший побыть Джеком, но был так плохо на прослушиваниях, что его попросили бежать в сторону горизонта и никогда не оглядываться. Это его так взбесило, что он метнул стул в направлении Абрамса и стал кричать, что он сейчас всех здесь убьет одного за другим. Все присутствовавшие на кастинге сразу прониклись к Джошу искренней симпатией и предложили ему другую роль, которую еще изменили под его отклонение. А паренька, которого подписали теперь уже на его роль, решили перекинуть как раз на место убежавшего Майкла Китона. Выбраться за пределы сериала Мэтью Фокс пытался еще когда остаться в живых были на своем пике. Первой попыткой стала спортивная драма «Мы одна команда». Вместе с ним в фильме бегал Мэтью МакКонахи, старавшийся выбраться из ампла симпатичного мальчика, умеющего ходить без майки. Это у него получалось не очень здорово до начала десяток. И в такое кино в 2006 погрузился Фокс. Естественно, оно сразу же провалилось, хотя зрители встретил ленту вполне неплохо. Но уже потом. В кинотеатры на реальную историю никто не пошел. Через год актер решил показать, что он талантлив и подписался на небольшую роль в фильме «Козырные тузы». Здесь результат в прокате был немного получше. Но Фокса было так мало, что никаких особых бонусов появления в «Козырных тузах» ему не принесло. В 2008 году актер появился сразу в двух фильмах. И здесь ему наконец-то повезло с одним из них. В фильме «Точка обстрела» актер сыграл одну из главных ролей. «Точка обстрела» стал типичным проблемным фильмом практически сразу. Утвержденный студией сценарий по дороге к съемкам подвергся разным изменениям. Что впоследствии многие будут называть одной из причин низких зрительских оценок и откровенно ужасных от критиков. Фильм должны были снимать в Испании, но студия настаивала на разных налоговых послаблениях. А испанский город, о чем идет речь, не особо понимал. Так что по результатам переговоров американцев отфутболили. Съемки пришлось спешно переносить в Мексику. Хотя места для съемок уже подыскали в Испании. А так как откладывать их старт никто не хотел, то в Мексике уже снимали где придется, спешно гримеруя все под Испанию. Режиссер Пит Тревис, пока шли все эти потрясения, продолжал менять сценарий. Чьи-то роли становились больше, а чьи-то меньше. Менялись национальности главных героев, пол, а титульный хулиган становился все более и более нестандартным. Режиссер позднее поставит судью Дредда с Карлом Урбаном, у которого на производстве будут схожие проблемы. Когда такое кино сняли, стандартно что-то пошло не так на тестовых показах. Премьеру быстро передвинули на 4 месяца, а кино стали нещадно резать. Из него пропал почти целый час хронометража. По итогу в кинотеатры попала лента, идущая всего полтора часа. Но если не трогать оценки критиков и зрителей, то для точки обстрела все закончилось неплохо. При бюджете в 45 миллионов в прокате ленте она собирала 151 миллион долларов. Успех здесь не особо грандиозный, и самого Фокса никто не вспоминал. Но это все-таки было удачей в кассовом плане. Однако всего через пару месяцев после него в кинотеатры заскочил один из главных провалов 2008 года – фильм «Спиди-гонщик», где у Мэтью Фокса была роль второго плана. От этой роли успел отказаться Киану Ривз, который, несмотря на дружбу с Вачовским, в те годы был не готов запрыгивать в столь подозрительное кино. Фокс же так хотел поработать с создателями «Матрицы», что не особо задумывался над тем, во что это может превратиться по итогу. «Спиди-гонщик» пытался превратиться в фильм еще в 90-х. Тогда главную роль должен был сыграть Джонни Депп. Но как оно часто бывает, то сценарий был плох, то кто-то вдруг заболевал каким-то особо опасным вирусом и сниматься отказывался. Так что ленту много раз забрасывали на полку и лишь в 2006-м к ней подтянули Вачовски. А потом и Мэтью Фокса, который хотел сняться в чем-нибудь уникальном и даже немного культовом. По итогу в 120-миллионный проект бросили «Золотую малину», а в мировом прокате он смог собрать всего 93 миллиона долларов. Оценки критиков и зрителей улетели в район 5 баллов из 10. Ругали абсолютно всех. После этой ленты Вачовски и перестали быть братьями. А Мэтью Фокс был так разочарован своими двумя фильмами, что решил сконцентрироваться на сериале. И до его окончания больше в полнометражных фильмах не появлялся. Шестой сезон «Остаться в живых» отгремел в 2010-м году. А в «Большое кино» Мэтью вернулся в 2012-м. В те годы на его карьере часто ставили крест. Актер даже заезжал в суд из-за того, что напившись до практически неживого состояния, напал на водителя автобуса, которая отказалась пропускать его в салон. Сразу же появилось много сообщений о том, что Мэтью любит бить не только женщин-водителей, но и в целом не против поколотить любую женщину, которая оказывается у него на пути. В свет выходили актрисы, которые были знакомы с Мэтью. И сообщали, что он часто бьет женщин просто за то, что они женщины. И не важно, стоят они у него на пути или нет. Мэтью позднее все отрицал и оправдывался тем фактом, что его в автобусе, где проходила вечеринка, пытались разыграть. А он был практически мертв и не понял юмора. И бил он не только женщину-водителя, но и всех, кто оказывался на его пути вглубь автобуса. А там встречались и мужчины. Но о них пресса почему-то забыла. А женщине попала первой только потому, что она размахивала руками, и он испугался за свою жизнь. В 2012 все это утихло, так что Фокс смог попасть сразу в два фильма, в которых он снова очень хотел побыть актером. И в том, что он надломился, часто обвиняют ленту «Я, Алекс Кросс». «Я, Алекс Кросс» это продолжение фильмов «И пришел паук и целуя девушек». В этих фильмах Алекса Кросса играл Морган Фриман. Но в 2012 году ему уже было слишком много лет. Плюс «Целуя девушек» неудачно выступил в прокате. Так что продюсеры решили через 10 лет, вернув героя, взять кого-то помоложе. На подготовку к этому фильму Мэттью Фокс потратил 6 месяцев. Сам актер уверяет, что это было самой тяжелой его работой над фильмом. Кроме изматывающих тренировок, он прочитал десятки книг, чтобы лучше понять своего персонажа и перенести его на экран. Но вместо успеха «Я, Алекс Кросс» полностью провалился. И в него тоже прилетела золотая малина. Правда не Фокса, а в Тайлера Перри, который как раз заменил Моргана Фримана. При бюджете в 35 миллионов в прокате фильм собрал 34. Обещанное продолжение немедленно отменили. Рядом на дно ушел и исторический император, где Фокс сыграл с Томми Лид Джонсом. 50-миллионный проект собрал в прокате всего 14 миллионов. У фильма снова отвратительные оценки как от зрителей, так и от критиков. Ну а уже в 2013 году Фоксу завершающий удар нанес Брэд Питт. Или точнее его фильм «Мировая война Z». Я уже как-то останавливался на этом проблемном проекте. Первоначальный фильм сильно отличался от того, что попало в кинотеатры. И у Фокса в этой ленте была внушительная роль второго плана. Он спокойно спал с женой Брэда Питта, пока тот бегал от зомби с Константином Хабенским. Но когда на тестовых показах случилось зрительское восстание, ленту стали ремонтировать и переснимать. Треть ленты, где как раз и было много Мэтью, просто выкинули. От его роли в итоговой картине осталась пара кадров. Фокс снова ушел в тень на пару лет, чтобы вернуться с двумя проектами. Одним из них стал Костяной Тамагав, где у него роль скорее третьего плана, и фантастический фильм «Вымирание». Обе ленты на широкий прокат были не рассчитаны. И если у Тамагавка хотя бы неплохие зрительские оценки, то «Вымирание» не имеет даже этого. «Вымирание» это удивительный европейский блокбастер про апокалипсис, стоимостью в 7 миллионов евро. За основу взята идея из фильма «Я легенда», в которую завезен снег и бородатый Мэтью Фокс. Все это добро сразу уехало на носители и онлайн-сервисы. После этих двух работ Фокс ушел из кино. Правда, не на совсем. В 2022 он вернулся и сейчас снимается в сериале для стриминг-сервиса «Пикок» под названием «Последний свет». В основе очередной бестселлер про постапокалипсис. Но может быть сериал это как раз то, что не хватало Мэтью для того, чтобы вернуться. Сейчас Фоксу 56 и время попытаться снова стать талантливым у него еще есть. Но сделать это будет очень тяжело. Для Евангелин Лили остаться в живых были, грубо говоря, первым проектом. Она мелькала на восьмом плане в тех же «Тайнах Смолвеля» или в фильме «Фредди против Джейсона». Плюс одновременно с «Остаться в живых» она попала на третий план еще в пару проектов, о которых уже никто не помнит. В отличие от Мэтью Фокса, карьеру актрисы не назвать совсем уж неудачной. Скорее она относительно неплохая. Просто большой звездой стать не вышло. А выбраться и застаться в живых она, как и Фокс, стала пытаться еще когда он вовсю захватывал телеэкраны мира. И получилось у нее это лучше, чем у Фокса. В 2008 году она попала в «Повелителя буря». Роль у нее была дальнего второго плана. Так что в 9 номинаций на премию «Оскар» она не попала. Но актрису обычно отмечали и сообщали о ее большом таланте, который раскроется когда-нибудь потом. Однако сразу после «Повелителя» Лили заехала в фильм «Заложник смерти», где у нее была уже главная роль. В основу сценария лег роман Гийома Мюсо, который как положено является бестселлером по каким-то там спискам. Предполагалось, что здесь актриса уже сможет раскрыть свой потенциал, так как пугающая история располагала. Но когда его сняли и показали на одном из фестивалей, ожидая студии, которые обгоняют друг друга, приобретут права на прокат. Этого почему-то не произошло. Так что 16-миллионный фильм попал в кинотеатры лишь нескольких стран, где собрал целых 2 миллиона долларов и обзавелся посредственными оценками зрителей. После чего Лили аналогично Фоксу решила сконцентрироваться на сериале. И до его окончания больше попыток выбраться не предпринимала. Были даже сообщения о том, что актриса рассматривает варианты с завершением своей карьеры. Где-то в другом месте ей вроде бы было интересней. Но уже через год после завершения «Остаться в живых» она вернулась с ролью второго плана в фильме «Живая сталь». В прокате лента выступила относительно неплохо, собрав 299 миллионов при бюджете в 110. Плюс она известна тем, что здесь какие-то сумасшедшие деньги потратили на рекламные интеграции. Только Майкрософт заплатил за свою рекламу больше 5 миллионов долларов. И продолжение часто всплывало в различных новостях, но дальше разговоров дело не ушло. После работы над «Живой сталью» актриса снова пропала на пару лет, чтобы вернуться со вторым, а следом и третьим «Хоббитом». Сама Лили говорит, что для нее съемки в этих фильмах были самыми сложными. Несколько месяцев ей пришлось учиться стрелять из лука и заниматься с личным тренером, который заставлял ее бегать и прыгать. И хотя зритель встретил «Хоббита» с меньшим восторгом, чем когда-то «Властелина колец», он помог актрисе попасть во вселенную Марвел. И на какое-то время полностью обезопасить свою карьеру. Здесь ей тоже очень повезло. У фильма было множество проблем, связанных с первоначальным режиссером ленты Эдгаром Райтом. Сценарий его фильма сильно отличался от того, что нам всем в итоге подвезли. Но студия Дисней была не в восторге от идей постановщика «Зомби» по имени Шон. Так что его вытолкали на мороз, но всех людей, которых он уже подобрал, для фильма оставили. Среди них была и Лили. Сама она говорит, что на ее героине увольнение Райта сработало положительно. В его сценарии у нее было в три раза меньше времени на экране. Когда он ушел, присутствие ее в кадре увеличили. И ей позволили внести разные коррективы и добавить что-нибудь от себя. В прокате Человек-муравей собрал 519 миллионов при бюджете в 130. Что очень неплохо, так что ленте выдали продолжение. А Лили стала мелькать в прочих проектах вселенной. Вроде того же финала или озвучки в мультсериале «Что если». Она могла появиться и во втором «Докторе Стрэнджа». Первоначально героиня Элизаби Толсон, уничтожавшая в фильме «Иллюминатор», должна была ладонью прихлопнуть и ее. Но видимо это было недостаточно смешно, так что от эпизода по итогу отказались. Иногда актриса заезжает на стриминг-сервисы, но там ее проекты не пользуются большим спросом. По крайней мере в отчетах того же Netflix они никогда не фигурируют. Возможно им не хватает совсем немного для попадания в топ, а возможно их никто не смотрит. В 2020 году она попыталась захватить мир с людоедом Арми Хаммером и фильмом «Трафик». Ленту должны были выпустить в широкий прокат. Но случился ковид, потом переносы и в итоге фильм везде ушел на разные онлайн-платформы. Заехав только в ограниченный прокат в США, Россию и еще пару стран, где на всех смог собрать целый миллион долларов при бюджете в 10. С последним на данный момент фильмом актрисы тоже произошла занятная ситуация. Владелец студии, работавшей над фильмом, был обвинен в огромном количестве домогательств на съемках своих прочих проектов. В результате чего из фильма побежали другие студии, и от него стали отказываться прокатчики. Имя продюсера быстро вырезали из титров, а его студия немедленно закрылась. В титрах ее назвали иначе. Естественно, кино перенесли на пару лет, а потом и выкинули на онлайн-площадке. Так что шансов стать чем-то заметным у картины не было. Как в общем-то и у Лили в этой ленте. В планах у актрисы есть пара проектов, вроде фильма с Александрой Дадарио, и какой-то жуткой драмы, про которую ничего не известно, кроме того, что Лили там снимется. Ну а в следующем году актриса вернется с фильмом Человек-муравей и оса Квантомания. Актрисе 43, и благодаря Марвел в ближайшие годы ее карьера точно не закончится. А вот дальше станет гораздо сложнее. Спасибо за внимание, оставайтесь на связи.